В Псалтирии, в 14-м псалме, очень важный текст. Там написано, Давид пишет, «Господь, кто может пребывать в жилище Твоем? И кто может жить на святой горе Твоей?» Вот обратите внимание, не просто заходить там по временам, а жить. В другом месте Давид говорит, «блаженно живущее в Доме Твоем». Он как бы, не то что с завистью, а как бы с такой печалью говорит, что есть люди, которым крупно повезло. Они могут жить в Доме Твоем, не просто посещать Дом Твой. Речь идет о храме. Он, скорее всего, имел в виду левитов, священников. И здесь он говорит, «Кто может жить на святой горе Твоей? Тот, чей путь безупречен, кто поступает правильно, кто от чистого сердца говорит истину и языком своим не клевещет». Вот и все. Не клевещет человек языком своим. Не принимает поношения на ближнего своего. Поношения будут. В мой адрес много поношений. Вопрос не в поношениях. Пусть они себе будут. Вопрос в том, что одни люди их принимают, другие не принимают. И вот человек чистый сердцем, он просто этого не принимает. А другой это, наоборот, собирает. И потому, как хочешь, так и понимай, ты уже в присутствии Божьей на гору Господню не взойдешь. Потому что ты на ближнего собираешь поношения. Это касается и меня. В равной мере. Если мне поступает информация о ком-то другом, если я это собираю и радуюсь этому, и смакую это все, я даже не замечаю, как мое сердце становится черстым, покрывается коркой такой, и я перестаю переживать Божье присутствие. Это очень опасно. Это очень плохо. Потому что я на ближнего, который мне почему-то не нравится, он мне просто не нравится. Он мне всегда не нравился, этот ближний. И я начинаю на него собирать компроматы. У меня антипатия к этому человеку. И я даже не замечаю, как я закрываю сам себе доступ в Божье присутствие. И все, мое сердце становится каменным. Я то теолог, я там образование могу иметь. И все могу иметь. А вот в присутствие Божье я не войду. Потому что я собираю против ближнего своего поношения. И здесь написано дальше. Кто боящийся Господа чтит, кто клятву хранит, пусть даже себе во вред. То есть человек слова, человек, который не прыгает с кочки на кочку. От выгоды к выгоде. Человек, слово. Вот держится того, что пообещал однажды. Это очень важно оказывается в глазах Божьих. Оказывается, что если ты нарушаешь слово, уже на гору Господню не взойдешь. Уже не получится. А потому что ты раз по ситуации поменял слово. Ну, знаешь, ситуация изменилась. Да, но ты же давал слово. Ну, да, давал. Ну, ты же сам видишь. И что теперь мне? Потерять там доход какой-то или... Извини. Вот и все. И мы даже не замечаем, как уже в присутствии Божьего ты не войдешь. Уже на гору Господню не взойдешь. Ты вроде бы в ситуации выиграл, но в дальносрочной перспективе ты проиграл. Ты закрыл дверь туда, где проясняется твой разум. Где ты адекватно по Божьей видишь ситуацию. А сейчас ты не по Божьей видишь ситуацию. Сейчас ты по ситуации ориентируешься. Сейчас она тебе выгодна. Вот ты и ориентируешься. По плоти исключительно. Из корысти. И дальше написано. Кто дает в долг не ради выгоды. Кто против невинного взяток не берет. Поступающий так человек никогда не приткнется. Какое мощное обетование. Вы понимаете обетование, да? Человек, который так поступает, он никогда не споткнется. Вы представляете, какое обетование Бог дал? Бог подписался под этим. Ты никогда не запутаешься. Ты никогда не запутаешься. Ведь это так важно прожить жизнь и не запутаться. Прежде всего в голове. Это же так важно. Оказывается, это связано с такой чистотой сердечной. Если ты не соблюдаешь эти принципы чистоты внутренней, ты не входишь в Божье присутствие. Ты споткнешься. Ты можешь быть очень сильным стратегом. На несколько ходов вперед все продумывать. Но правдивый и праведный дальновиднее хитрого. Хитрый все равно поймается. Поздно или рано. Хитрый поймается. А праведный никогда не поймается. Никогда. Скажите аминь. Праведный никогда не поймается. Потому что он ходит путями правды, потому что там нет даже западни на путях правды, там нет даже капканов на путях правды, их просто там нет. Господь охраняет стезю праведного человека. Вот и все. Вера от слышания Люди, которых мы сегодня называем героями веры, они все слышали Бога. Уже каким образом? Это отдельный разговор. Но и верою победил весь мир. С одной стороны, весь мир, логика, здравомыслие, родственники. И с другой стороны, один человек, которому Бог сказал, строй ковчег. Само определение и понятие веры у нас обретает совершенно другой смысл. Вера католическая, вера протестантская, что такое общее, обтекаемое, какое-то христианское течение, доктрины и так далее. На самом деле вера – это всегда реакция отдельного человека на отдельное послание, которое Бог каким-то образом передал ему. Господи, научи нас молиться. Узнать большее вы можете на платформе forspirit.org.